Все виновные в убийствах на Майдане будут наказаны. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на встрече с семьями героев Небесной Сотни. Глава государства напомнил, служба безопасности нашла оружие, из которого убивали активистов революции достоинства. Потому что не только командиры Беркута, командиры внутренних войск, милиции должны нести за это ответственность, а тот преступник, который организовал и выдавал наказ. И это делается не из почувствия помсти, а мы это делаем для того, чтобы никогда больше в Украине против своего народа силовики не подняли оружие. Чтобы это было мощное щепление, чтобы Украина не всегда осталась демократичной страной. В зоне АТО на Донбассе за сутки ни один украинский солдат не погиб. Ранение получили четыре военных. Ситуация вдоль всей линии соприкосновения остается неизменной. Террористы продолжают обстреливать позиции украинских войск. На Донецком обстановка неизменна. Триваются боевые действия низкой интенсивности с эпизодичным использованием тяжелого оружия с боку незаконных оружийных формований. Найгорячие точки Луганске, Новгородске, Авдеевке и Опытне. На Мариупольском направлении наиболее сложная. Обстановка остается под Маринкою и Красногорске. Ворог использовал БМП и минометы. Также дважды открывался снайперский огонь. Минометный обстрел незаконными оружиями формированиями отбылся и поблизости Гнутове. Тричьи окупанти порушили режим тиши в Широкином. Всего вчера по наших позициях на Донецком и Марьупольском направлениях было выпущено более 50 минометных мин разного калибра. На Луганском направлении было абсолютно спокойно. Продолжение следует... ...буквально распался на части. Один пилот погиб, второй смог катапультироваться. Позже компания сообщила, причиной крушения стала ошибка погибшего пилота. Из-за того, что произошло здесь 15 месяцев назад, мы в буквальном смысле все были в слезах. А сегодня произошло просто невероятное. Мы плачем от радости. Стоило больших трудов построить этот корабль. И мы гордимся нашей командой. Крушение во время испытаний первой модели космолета сильно подорвало репутацию компании. Новый корабль построен с учетом прежних ошибок. Но о полетах с туристами на борту Ричи пока не идет. Брэнсон намерен ждать до тех пор, пока аппарат не признают безопасным на 100%. Я постараюсь не поддаться искушению и не сказать. Хочу попасть в космос прямо сейчас. Почему бы нам просто не выйти на улицу и не сделать это? Но я думаю, что мы ждали 10 лет и вполне можем подождать еще немного. Корабль компании Virgin Galactic разработан для субрабитальных космических полетов с туристами на борту. Предполагается, что он сможет подниматься на высоту 100 километров над Землей и проводить несколько минут в невесомости. Весь полет будет длиться 2,5 часа. На борту космолета смогут одновременно находиться 8 человек, 2 пилота и 6 пассажиров. Стоимость билета 250 тысяч долларов. Заявки на такие полеты уже подали больше 700 человек.